Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьёшься. Но тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. В эфире передача Формула Семьи. Добрый день, здравствуйте. Это передача Формула Семьи. Меня зовут Людмила Александрова. Я буду задавать вопросы нашему эксперту, читать также ваши вопросы и комментарии. И приветствуем в студии нашего эксперта-психолога Елены Картавенко. Добрый день, Елена. Добрый день. Мы выходим в преддверии женского праздника 8 марта. Всех поздравляем, наших слушательниц. С наступающим. Будьте прекрасными жёнами, мамами, дочерьми. И украшайте мир своей красотой. Тема наша сегодня не имеет отношения к празднику, хотя как посмотреть. Говорить мы будем о материнстве. Но о материнстве особенном. Мы будем говорить о женщинах, которые решаются родить после 40. И таких женщин сейчас поэтично называют поздними матерями. Раньше слово было жёстче. Вот старородящее такое советское слово. До сих пор актуально. На самом деле старородящее – это медицинский термин. Это относится к женщинам, которые первый раз рожают после 25 лет. Чисто медицинский термин. Все, кто рожает после 20, врачи пишут первое и старородящее. Да, но всё-таки мы поговорим о женщинах, которые ближе к 40 и после 40 решаются на материнство. Может быть, повторное, может быть, на первое. Наша тема сегодняшняя называется «Лучше, чем никогда» или «Поздние дети». В принципе, вот недавние новости нам рассказывают о том, что жена актёра Мануила Виторгана, ему самому сейчас 73 года, ей 56 лет, вот на днях стала мамой. Самая настоящая поздняя мама. 56 лет – это очень солидный срок для материнства. Можно ли быть хорошей матерью в таком возрасте? Не помешает ли возраст исполнения материнских обязанностей? Ну и самые разные темы, которые всплывают в связи с поздним материнством, мы сегодня обсудим. Вас, уважаемые слушатели, хочется спросить, в чём, по-вашему, особенность жизни и отношений родителей и детей, детей с родителями поздних детей, вот так скажем. В чём особенность отношений тех родителей, которые решились на родительство в позднем возрасте? Как вы считаете, похожи ли это такие отношения матери и ребёнка или отца и ребёнка в этом случае? Или какие-то особенности всё-таки есть? Как, на ваш взгляд, сложнее ли будет таким мамам воспитывать детей? С какими, может быть, проблемами, трудностями незнакомыми молодой матери такие мамы столкнутся? Ещё раз напоминаю, наша сегодняшняя тема «Лучше, чем никогда» или «Поздние дети». Можно тогда добавить, если есть свой опыт такой, то, пожалуйста, пишите, поделитесь своим опытом. Расскажите, как это, если у вас такое было, переживается. Да, действительно, тема интересная. Хочу процитировать писателя Эдуарда Тополя. Он отец, у которого в достаточно зрелом возрасте появилась маленькая дочка. И вот он пишет в своих воспоминаниях или в одном из интервью. Он рассказывает о том, что когда она болела, он спал на полу возле её кровати и каждый вечер гладил ей простыню тюгом, грел тем самым, чтобы она могла лежать на тёплом. То есть это вот крайнее выражение страха, заботы, самопожертвования. И действительно, когда ребёнок появляется поздно, страх его потерять гораздо больше или нет? Ну вообще страх потерять ребёнка, он всё-таки больше, всегда большой. Ну вот так вот молодого родителя, который пелёнки гладит. Да, мы можем с другой стороны посмотреть, что на самом деле, когда родитель более взрослый, и не всегда это зависит от возраста физиологического, скажем так, то он более внимательно ко многим вещам относится. Уже внимание для себя что-то решил, какие-то моменты, конфликты внутренние, конфликты между супругами, они уже как бы решены. И тогда, когда вот уже внутреннее спокойствие и баланс есть, рождается ещё ребёнок, конечно, всё внимание тогда на ребёнка. И тогда замечается много того, что необходимо ребёнку, тех потребностей, которые необходимы ребёнку, тех моментов, связанных с теми же самыми проявлениями каких-то негативных чувств. То есть много всего такой плюсов, скажем, да, которые можно выделить, которых, наверное, в молодом родительстве ещё нет. И ещё можно сказать, что, конечно, когда это там первый ребёнок, да ещё в молодом возрасте, да, это совершенно одна ситуация, там нет ещё опыта. А когда это уже, может быть, не первый, но ещё возраст уже зрелый, то это совсем другое. И она по насыщенности будет другая, по вниманию, по отношению к ребёнку будет другая. Смогу так немножко даже из своего опыта что-то сказать, потому что младшую дочь я родила в 38, ну, то есть близко к 40, по большому счёту, да. И я смотрю, что вот сравниваю то, что было с первыми детьми и то, что с ней, это совершенно по-другому. Те моменты, которые, например, раньше, я помню, вот по отношению к эмоциям тем же самым, да, могли разозлить там какое-то упрямство, какие-то такие негативные вещи, что обиделась ещё. Но когда в 20 лет, это вот совсем другой вариант. А тут к этому относишься спокойно. Ну да, я понимаю, что тебя это может сейчас злить. Я понимаю, что вот ты сейчас этого не получила, поэтому тут сердишься. И не вызывают никаких, скажем так, буревнутренней эмоций. Нет, наоборот, так спокойно, да, это есть, оно пройдёт. Я её принимаю в этом случае, в её вот этих негативных вещах. Ну, это просто как пример. Юлия пишет, что я поздний, единственный ребёнок. Мама меня в 43 родила. Да, родители любят и всё позволяли. Единственный минус – гиперопека. Спасибо, Юлия, за ваш рассказ о маме. 43, да, тоже возраст. Вот гиперопека, пишет Юлия. Да, есть такое. Это вот, наверное, то, что можно сказать из минусов, да, такого возраста. И, наверное, оно будет проявляться и из опыта, с которым сталкиваемся, да, и в работе. Оно, вот эта гиперопека особенно начинает проявляться, когда родители уже подходят к определённой, скажем так, черте возрастной. Там где-то после 70-ти, к 70-ти. А дети-то ещё довольно, скажем, ну, не маленькие уже, да, но там если лет 18. То есть получается такой маленький, каждый по-разному, правда, решает его. У каждого свой вариант какой-то, этот конфликт может быть. Когда ребёнку в подростковом возрасте надо бы уже, да, есть момент, что он должен отрываться от родительской семьи, а у родителей, например, наоборот, идёт тот процесс, когда они нуждаются в большем внимании и заботе со стороны ребёнка. И вот этот конфликт, он, конечно, тяжёлый бывает. И каждый его, конечно, по-своему решает. Но довольно часто с этим обращаются родители уже выросших, но поздних детей. Вот маме 70, дочери, например, 18, да, или там 14, она в подростковом. И не отпустить, есть страх, есть особое, как бы, желание, ну, потому что в этом возрасте уже выключаются и социальные жизни, да, такой активной, и есть желание и потребность быть нужным, внимание. Ну, а от кого это хочется получить? Конечно, от ближних. Вот, ну, есть такой минус. Тут всегда, как бы, с возрастом надо, можно даже просчитывать, да, сколько будет ребёнку, когда мне будет столько-то. Как, и что я в этом случае смогу, как я буду вот в этой ситуации тогда. Сообщение от Ирины. Я родила первого в 38 лет. Раньше никак не получалось, хотя хотела ребёнка с 17 лет. Так этот малыш дороже и ценнее его нету для меня. Вот, сообщение от Ирины. Спасибо большое, Ирина. Конечно, когда, тем более, это первый ребёнок, да, и долгожданный, и было долгое время, ну, не было возможности, то, конечно, такой ребёнок на него всегда больше. Знаете, как ещё врачи говорят, да, педиатры, какие дети самые больные? У мам, которые уже зрелые после 40, после, там, ну, 38-40. Почему? Потому что маму вниманием больше обращают. Вот как раз вот это переключение внимания на потребности ребёнка, на то, как вот он, что с ним происходит, когда, там, не так задышал маленький, да, например, вот начал кашлять более интенсивно, или, там, глазик покраснел. Ну, вот какие-то такие физические проявления уже нездоровья. Мамы более зрелые быстрее распознают. Не всегда бывают, ну, то есть, ну, в большинстве случаев всё-таки, да. И это замечание, это как раз замечание врачей, педиатров. А в 20 лет ещё непонятно, на что обращать внимание. Ещё очень много с собой, там, разбираешься, разбираешься, да, и какие-то моменты тогда, они просто уходят и даже не придаются значения, например, да, насколько это может быть важно. Ну, вот ещё одна проблема. Действительно уменьшается жизненная сила, да, вот у женщины в 40 лет выносливости, естественно, становится меньше, а маленький ребёнок, за ними успевать надо чисто физически, да. Хватит ли сил играть с ним, вот, когда он бегает, следить за ним. Потому что, ну, действительно, вот эти вот физиологические особенности организма, они же тоже важны. Конечно, важны, и это тоже надо учитывать, да. И такой момент, например, когда приходят, ну, из практики, например, приёмных родителей приходят уже мамы, там, к 55, и говорят, что хотим принять ребёнка в семью, например, там, двухлетнего, трёхлетнего. Это всегда вопрос, как вы себе представляете, насколько есть вообще эта картинка, что я буду делать, вот он начал ползать, он хочет бегать, прыгать, он хочет возиться. Насколько вы готовы к этому? Можете вы это ему предоставить? Потому что самый первый телесный контакт и как раз контакт в игре, вот такой, как она называется, первичная игра, как возня, да, пощекотать, потискать, вот, ну, такие вот моменты. Насколько я могу физически это предоставить? Покувыркаться, ну, как вариант, да, какую-то гимнастику сделать совместно. Вот, если позволяет, просто себе, честно и откровенно сказать, возможность. А если нет, тогда кто сможет ребёнку это предоставить? Да, кто будет готов с ним, ему дать вот этот опыт, который ему необходим? Ну, так, чтобы и тот человек, который тоже получал из-за этого удовольствия. Могут быть старшие братья, бывает такое, и сёстры, которые с удовольствием возятся, и тогда, да, тогда есть такая возможность. Но если, конечно, человек один, например, мама, да, и одна, и возраст уже такой вот зрелый, и ещё физические возможности, скажем так, ограничивают, да, её возможности по отношению к ребёнку, то тогда надо задумываться, как я это буду. Чтобы это вот даже пофантазировать, да, как это может быть, что может быть самое трудное для меня, с чём я могу в общем целом справиться. А потом всё-таки ещё, ну, бессонные ночи, да, в возрасте в определённом они дают о себе знать. Какие-то такие моменты постоянного, скажем, как это, особенно когда маленький ребёнок, первый год жизни, да, это же его ещё и на руках надо носить. Это тоже некоторые ограничения. А если он тяжёленький, ну, то есть, там, 6 килограмм, уже 6-7 килограмм, а он требует этого контакта телесного, в слинг посадить, ну, здорово, а если у стаоханроза, прочие вещи. Ну, то есть, вот, просто отдать себе, скажем так, отчёт и честно посмотреть. Ну, всегда это здорово, дети, ну, это моя позиция, да, это здорово. И мы у них тоже много чему учимся, и в любом возрасте, и в зрелом, и в молодом. Причём, только если я не могу что-то ему предоставить, то, что ему необходимо, тогда как я это буду, скажем, ему предоставлять, да, как я эти возможности буду находить, чтобы эту ситуацию для него была максимально всё-таки, так, не, ну, как, максимально лучше, да. Ну, вот Ольга пишет, что рождение ребёнка в позднем возрасте ведёт ещё и к тому, что, получается, большая разница между детьми, а, второго ребёнка в позднем возрасте, большая разница между детьми старшим и маленькими, для них это тоже нехорошо и нет взаимопонимания. Ну, и, кстати, между родителями позднего ребёнка и ребёнком, это не одно поколение родится, а целых два поколения, да, ну, как минимум два. И действительно, в нашем мире, который несётся с большой скоростью, очень большие изменения к этому времени происходят. И то есть мир, в котором выросли родители позднего ребёнка, и мир, в котором растут их дети, совершенно разные миры. И чем старше становится ребёнок, тем труднее понимать друг друга. Всё, интересы, игры, книги, да, на которых дети растут, всё меняется, музыка, и что делать вот именно с этим, с этой пропастью? Ну, до определённого момента всё-таки это родители даёт и книги, и музыку, и ту среду, в которой ребёнок растёт, да, то, что они закладывают, то, что они слушают, то, что они читают, читают вместе, то, о чём они говорят на кухне за чашкой чая, да, вот ребёнок в этой атмосфере живёт, он это слышит, даже если это не обращено к нему, поэтому он это будет впитывать. А вот как раз на момент, когда ребёнок подрастает, вот подростковый период, да, если родители сами, ну, не обладают гибкостью к тому, чтобы принять другую точку зрения, принять тот новый мир, который происходит, да, вот какие-то именно, скажем, глобальные изменения, посмотреть, пускай даже не принять, но как бы не осуждая, ну, да, вот оно такое есть. Плохо, хорошо, это моя точка зрения, но я могу это хотя бы рассмотреть, а не отвергать сразу, да, тогда это шанс для того, чтобы найти всё-таки общий язык, и эту взаимосвязь, как бы поддерживать, но не на другом уровне уже. Напомним, наши координаты к нам позвонить и написать, если вы нас смотрите в онлайн-трансляции, пишите ваши комментарии, прямо в комментариях к онлайн-трансляции, вопросы тоже. Телефон прямого эфира, 8800, ровно, 333-1706. Наша сегодняшняя тема «Лучше, чем никогда, поздние дети». Пишет Татьяна. Получается, в 38 лет. Муж хочет ещё одного малыша, а мне страшно. Боюсь, что люди не поймут. Действительно, в России по-прежнему так странно относятся ко всему нестандартному. Да, и вот есть же, ну, вот этот оценивающий взгляд других людей, такая мама, поздняя мама, она будет ходить на собрания, в школе, просто с голяской гулять, вот это бесконечно. Я знаю, кстати, о очень пожилого папу, это бесконечно твой дедушка, твой дедушка. Да, я тоже знаю. Даже из личного опыта, когда... Действительно, да, задевает. Говорят. Ну, это же наше личное отношение, насколько, да, я могу это принять. Ну, да, если я принимаю свой возраст, я понимаю, что, в общем-то, есть уже седина, есть уже определенные изменения, которые даже видно, да, внешне. Вот та же самая седина. Определенный образ. И можно перепутать, конечно, и с дедушкой. Потому что, вот, например, ну, как-то так я сегодня часто к своему опыту как бы прибегаю, да, получается. Действительно, например, наши старшие дети, они уже могли бы родить. Мы бы могли уже быть бабушками дедушек. То есть поэтому, когда, например, супругу моему говорят, что там в школе пару раз было такое, за тобой дедушка пришел. То есть это повод для шутки посмеяться. Потом обсудить, ну, как бы за чашкой чая, как это вот получилось. Ну, ладно, ничего страшного. Опять же, это будет зависеть от того, насколько я это принимаю. Насколько это для меня болезненно. Или я понимаю всю ситуацию, как бы, ну, ладно. Ну, да, есть, наверное... Тогда я спокойна. Был у меня такой момент, сам со мной, например. Ехала я в метро. Рядом со мной сидела девочка. Девочке годика три. Молодая мама с ней. А я сидела рядом с ними. Девочка вертела, скрутилась, потом на меня так посмотрела. Говорит, а бабушка, ты уже выходишь? Ну, мне тогда... В общем, это было года два назад. Я так удивилась, думаю, ну, надо же, как-то. Но вот это был повод как раз для шутки, но не было ощущения того, что вы... Ой, как же так, меня уже бабушкой назвали. И отмотать назад, если, да, в своих ощущениях. Думаю, что, а по большому счёту, да, у меня могли бы быть уже такие внуки. Поэтому это только личные ощущения и личное принятие того возраста, в котором я есть. И той роли тогда, на которую на меня, как бы от меня ожидают. Есть ведь, наверное, ближний круг, который, скорее всего, будет поддерживать и восхищаться вами, вашим решением родить, ну, вот в таком возрасте, да, вашим родительством и так далее. То есть, а это люди, не знающие. Они просто читающие какую-то внешнюю картинку, да, и поэтому называющие по ошибке родители бабушками и дедушками и так далее. Но вот сам ребёнок тоже же видит свой возраст своих родителей в глазах сверстников, да, может чему-то удивляться в определённом возрасте, уже задавать вопросы, а почему так? Как вот ему объяснить? Честно, по возможности. И тем более это может быть эко, да, это может быть усыновление, ну, это может быть разные моменты. Да, но вот если то, что касается особенно усыновления, да, всё-таки такие моменты, и они должны обсуждаться. И как рекомендуют психологи, коллеги, и я в том числе, не должно быть тайны усыновления, и ребёнку надо говорить о том, что он усыновлён, потому что это тайна, это та, которая, в общем, между нами делает некоторую границу, да, а потом всегда есть люди, как он говорит, находятся добрые люди, и информация так или иначе просвачивается, и если это узнаётся позже, то очень тяжёлые последствия могут быть у ребёнка. Это первое, что, например, одна девочка сказала, они меня обманули в самом главном, да, то есть ребёнок в этом чувствует уже недоверие по отношению к родителям. Ну, а те истории, которые, когда дети узнают о подростковом периоде, о взрослом, потом пытаются это как-то примирить в себе и найти силы как бы понять, это принять, но это очень тяжёлый процесс, поэтому лучше это говорить заранее. И в этом случае, например, работая с группами приёмных мам, да, мы даже сказки сочиняем на тему, как появился ребёнок в семье, эту сказку с самого начала, ну, как только ребёнок появляется, ему рассказываем, чтобы это было в картинке мира, что такое тоже может быть. Ну, и вообще то, что происходит с ребёнком, в отношении вообще что в её жизни, там, например, кесарево сечение, таких детей называют кесарята. Всё-таки надо объяснить, как это произошло, и понимать, что есть некоторые моменты, которые ребёнок будет потом проигрывать. Например, пролезать через все очень узкие пространства, там, между диванами, там, подушками, вот, чтобы тело ощущало, как бы, некоторое давление, да, но это то, что они дорабатывают, то, что они не получили. Ну, или вот посмотрим, например, Алла Борисовна Пугачёва и Максима Галкина, да, у них, ну, Алле Борисовне 70, около 70 лет, вот у неё совсем маленькие дети, да, они родились в результате, как это называется, суррогатное материнство, да, и в своих интервью родители подчёркивают, почему они так, столь раннего возраста, их в Инстаграм выкладывают, что эти дети всё равно, из-за того, что они родились в такой семье, таким, ну, как бы, нестандартным образом, всё равно будут обречены на внимание к своей жизни, практически постоянное. Ну, конечно, да. Поэтому вот они приучают их заранее, что на них будут обращены вот эти взгляды, и как-то вот поэтому, собственно, выкладывают о них истории какие-то, чтобы, чтобы вот, наоборот, не заграждают их от этого внимания, а наоборот, как-то это внимание стимулируют в положительную даже, может быть, сторону, потому что, ну, действительно, дети вот в этом случае, в этой истории, да, обречены просто на бесконечное внимание, на бесконечные толки разговора, вот, поэтому вот они таким образом их готовят. Ну, да, каждый выбирает в этом случае по-своему, как это будет, и как они это видят, исходя из своих мыслей, да, из своих, как бы, представлений о том, как это лучше. Вот если вернуться к разнице культурной между родителями поздними и детьми, полезно ли учить сленг, там, ориентироваться в гаджетах, смотреть Ютуб людям, там, может, которым 50 лет, вот, ну, как-то и стараться не отстаться. А что людям в 50 лет? Ну, нет, ну, всё равно, там, пытаться вот учить, щегольнуть этим сленгом, как-то общаться с детьми. Сейчас очень многие люди в 50 лет работают, да, в общем, очень хорошо знают и сленг, и компьютер, и инстаграм, и всё, что касается, скажем так, интернета, и у некоторых даже тоже можно поучиться. Ну, всё равно, какие-то моменты, которые приносит нам цивилизация, да, и технический прогресс, наверное, всё-таки к нему надо обращать внимание. Это тоже повод для того, чтобы, как бы, найти общий язык с детьми в том числе. По себе тоже, опять же, могу сказать, что-то я сегодня много про себя. Это хорошо. А чего же, только про себя, только про себя, да. Ну, я имею в виду, что это всё-таки личный опыт, не просто теория, а ещё и практика. Да, есть вещи, например, которые я, ну, в силу своей занятости, я просто, и мне менее интересны, скажем так, то, что касается компьютерных всех, программ какие-то такие. Я хороший пользователь, да, но вот как установить программу или там ещё что-то такое сделать, и на телефон в том числе, ну, я не понимаю, как это. То есть можно было бы задаться целью, но даже не хочется. Есть другие сейчас на данный момент интересные. Но я к чему? Что если мне надо какие-то вещи, например, вот купили ему телефон, полностью всю внутреннюю часть телефона я дала сыну одному из младшим, да, которому там сейчас подросток, он мне полностью устроил, он сказал, мама, вот это, это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это для этого, для этого, для этого. И если у меня возникают вопросы, да, тут ещё, наверное, есть такой момент, не стесняться, что да, я могу этого не знать. Ну, могу, имею право. У нас даже, кстати, дома такая ошибка, то есть шутка ходит, что, ну что, как что-то у меня такое происходит, особенно с компьютером, я нажала куда-то и всё исчезло. Они смеются. Ну, зато потом мне объясняют, что и как. То есть вот этот момент, тот, что я могу не знать, вот в этой большой, например, я очень много узнаю от детей того молодёжного, который сейчас им интересно, вот какие-то видео, как, они не просто ролики, а как правильно называется, трансляции, да, определённых блогеров, да, определённых блогеров, вот те блогеры, которые интересны. Я смотрю, там действительно есть очень интересные ребята, которые вот подают по-молодёжному, но такие даже иногда глубокие, то есть не иногда, а в общем глубокие вещи, интересные, те, которые заставляют задуматься. То есть там можно много всего найти. И насколько мы это можем принять или отрицать, да, вот, конечно, родителям, которые, которым сейчас там около 70, им тяжелее к этому приспособиться. И для них, и очень многим, для многих пожилых людей, вот, в таком возрасте компьютер, это некоторый, скажем так, враг, да, даже, который вообще надо убрать и не замечать. Но вот эта позиция, она получается немножечко слишком жёсткая, и тогда нет возможности наладить взаимоотношения и понять тогда, чем же сейчас живёт молодёжь. Читаем сообщение Татьяны. Мы с мужем в 41 год решились на третьего. У нас родился третий сын, и мы совсем не жалеем. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое. Оля написала, родила в 44 года, плюсы и минусы, и почему-то не продолжила, или мы пока не получили этого сообщения. Оля, действительно, нам интересно, какие плюсы, какие минусы. Расскажите на своём опыте. И Таскира, я прошу прощения, если неправильное ударение поставила, в какой возраст, в каком возрасте уже поздно рожать? А всё очень индивидуально. Ну, в общем целом, конечно, ну, я в женщин, которые, например, 60 лет рожали, я такого, ну, только если из книги рекордов Гиннесса. Ну, это очень редкая ситуация. Ну, бывает, но редко. Тут надо понимать, что чем старше, да, помимо того, что роды сами, и понятно, что в возрасте после 40, как правило, это кесарево сечение всё-таки, да, в Казани, потому что возраст. Ну, плюс ещё сопутствующие всякие могут быть заболевания, и хронические в том числе. Ещё же 9 месяцев всё-таки надо ходить. И к некоторому возрасту вот эти хронические заболевания, они уже есть. И то, как я буду ходить, что будет. Вот. Ну, если, как показываю, как бы, да, если родители настроены, и есть вот это вот желание, да, и материнская готовность есть, то и роды, и беременность протекают спокойно. То есть нет таких. Есть только физические моменты, которые могут давать о себе знать, что, да, тяжело ходить. Например, особенно когда уже к 9-8 месяцу, да, когда уже ребёнок плюс воды, это тяжело. Да, начинают болеть кости, да, тазобедренные. Ну, да, такое тоже есть. То есть вот эти вот маленькие нюансы, которые могут быть, и этого не пугаться, а просто, там, говорить своему лечащему врачу, который ведёт, да, акушер-гинекологу, какие-то вещи, чтобы вовремя предупредить того, что может тяжело спать, потому что надо найти положение определённое, в котором уже, особенно последних месяцев беременности, чтобы было удобно, чтобы не задыхаться. Ну, то есть вот такие мелочи, они, конечно, в возрастной беременности, они присутствуют в большем объёме, чем, например, в молодом. Напомним наши координаты. Наша сегодняшняя тема называется «Лучше, чем никогда поздние дети». Телефон прямого эфира, 8800, ровно, 333-17-06. К сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru. Читаем сообщения. Ольга написала «Из минусов поздних родов хочется дождаться внуков, посмотреть, какими они будут, а с поздними детьми сразу понятно, что этого не будет». Даже тот же самый Эммануил Виттерган, про который мы говорили, он говорит, что, понятное дело, что, скорее всего, не всё увидит в жизни ребёнка, ему 73 года, напоминаю. Но старается жить сегодняшним днём и не загадывать далеко в будущее. Главное, сегодняшний момент, сегодняшняя радость. Вот действительно, как нам Ольга написала, что много вот этих ограничений, не всю жизнь ребёнка можно будет увидеть. Да, тут надо понимать тогда, что тут ещё такой момент надо учитывать, что действительно, опять повторюсь, сколько мне будет лет, когда ему будет там 10, да, не будет у меня уже там 80, и я буду совершенно немощной. Ну, к примеру, это такой самый страшный вариант, который может быть, тогда смогу ли я ему предоставить всё, что необходимо. А поздние дети чувствуют вот эту тревогу, потому что они же понимают, что там мама, папа ближе к смерти, да, чем к других, да, или нет уже бабушек и дедушек в живых, а бабушки и дедушки, это такая, ты как третье, да, поколение после бабушек и дедушек, а тут твои родители, они очень близко, то есть они очень скоро умрут, да, и, ну, для позднего ребёнка возникает ли вот такая тревожность повышенная? Ну, в этот момент, да, всё-таки вопросы эти начинают возникать, особенно если большая разница, очень большая, да, то есть ребёнок будет задаваться этими вопросами, и хорошо, если он будет их озвучивать, и что их можно действительно будет с ним обсудить, как это будет, что это может быть. Ну, сейчас вот мы так, и сейчас наслаждаемся тогда жизнью. И что есть ещё тот самый близкий круг окружения, да, который всё-таки будет поддерживать, может, так скажем, заменить даже, да, если вдруг вот разные варианты бывают, близкого человека, родителя. То есть вот как-то уже создавать вокруг семьи вот этот близкий круг, чтобы была подушка безопасности некая? Ну, подушка безопасности в этом случае, когда есть дети, всегда нужно, да, даже на момент, когда дети рождаются, и маме тяжело, в общем целом, как-то с ним 24 часа находиться, то тогда вот эта подушка безопасности может помогать. Такой некий буфер, да, который можно попросить, что погуляй, пожалуйста. Тёти, дяди, сёстры, которые могут быть. Вот как-то найти с ними общий язык, особенно хорошо, если это всё, скажем так, в доверительных и тёплых отношениях. Тогда, да, тогда это вот та атмосфера, в которой ребёнок может спокойно существовать. И, скажем, есть те люди, которые, вот не дай бог, потому что это всё-таки ещё связано со здоровьем, да, пожилой родитель может заболеть, может в больницу попасть. Вот такие моменты. Тогда есть с кем ребёнку остаться. Анастасия пишет как раз о том самом близком круге. «Мне было 13, когда родила мама второго ребёнка, да? Маме было 37. Все соседи в деревне осуждающе смотрели. Сейчас моей младшей сестре 17 лет, а мама вместе с ней молодеет. У неё есть внуки, мои дети. Соседи теперь завидуют. Они одни, а нас много, и нам классно быть всем вместе». Да, спасибо большое за сообщение. Вот это тоже одна из тем, которые, надо бы о ней сказать, да, что, конечно, с детьми там же очень много положительных моментов, и действительно про возраст забывается, особенно в моменты, когда вместе что-то там и дурачишься, и играешься, да, вот тогда свой возраст уходит. Многие матери позднее ведут здоровый образ жизни осознанно, да, чтобы не стать обузой для своего ребёнка, того, чтобы как можно больше быть рядом с ним на равных, ну, в смысле быть мамой, активной мамой, да. Чтобы можно было вместе и попрыгать, и побегать, да. Это такой стимул, который двигает. Надежда пишет про людей 55 лет. Мне 33, и мне сын говорит, что я из прошлого века. Но мы же понимаем, что я не старушка. Люди в 50 лет сейчас тоже очень продвинутые. Конечно, и 35 — это совсем ещё возраст молодой, да, и говорят, зрелость сейчас, ну, после 45 начинается. А так это всё называют молодые люди до 45. Поэтому и сейчас много людей как раз стали обращаться к тому, что, в общем, возраст — это наше психологическое отношение, не физиологическое в первую очередь. То есть то, как мы себя чувствуем, имеет значение то, как мы себя воспринимаем, насколько. Можно быть и в молодом возрасте, но ощущать себя глубокой бабушкой, да, у которой всё будет болеть. Но это само ощущение своё. А можно быть бабушкой в 80 лет, которая будет чувствовать себя в 18 и пытаться ездить на коньках, к примеру. Ну, понятно, что будут свои ограничения, да, но и принимать их, то, что они есть. Но я с ними что-то делаю. Сообщение от Марины. Есть пример одной знакомой женщины, которая родила в 38 лет для себя, без мужчины. Ничего хорошего из этого не вышло. Сама женщина жалеет, ожидания не совпали с реальностью, она плохо себя чувствует, а ребёнок непослушный и часто нервные срывы. Спасибо за сообщение. Ситуация, когда ребёнок становится некоторым смыслом жизни для чего-то его, когда сам ещё не разобрался с чем-то своим внутренним, то очень тяжело. Ну и вообще без помощи всё-таки воспитывать детей – это тяжело. То есть без поддержки, без того самого окружения. Не зря же всё-таки во всех культурах очень всегда защищается семья, потому что это та самая благоприятная атмосфера. Ну, понятно, что благополучная семья, но всё равно даже. Благоприятная атмосфера для развития ребёнка во всех отношениях. Потому что есть моменты, когда мама зависима от папы, и мама должна обратить больше внимания на ребёнка. И тогда этот момент – папа всё остальное поддерживает, другие составляющие, и помогает растить. В какие-то моменты папа включается. Но когда женщина одна, это всегда тяжелее. Это касается и одиноких женщин. Женщины, которые потеряли своих мужей, да, вдов. Это вот то, о чём говорят как раз женщины, которые вдовели. Функция, которую выполнял муж, например, да, она ушла. И очень тяжело дальше потом к этому адаптируется. Кто теперь может это сделать? И дети это чувствуют. Поэтому, конечно, эта ситуация тяжёлая. Тут можно посоветовать всё-таки обратиться к моментам, где мне, что мне приносит радость, удовольствие, да, и где я могу подкоплять силы, там, буквально по полчаса в день что-то для себя делать, отвлекаясь на какие-то моменты и дальше пытаться осознать, что я сейчас смогу делать. Почему ребёнок капризничает? В какие моменты он меня наиболее раздражает? Что в этом? Тот вот момент, что сказали, что были какие-то конкретные ожидания, и они о ней оправдались. Это всегда очень больно. Это всегда очень тяжело переносится, когда есть чёткая картинка того, что я ожидаю. И вот если оно не совпадает, реальность не та, какая есть. Это травматично. Есть ещё другие поздние мамы. Это женщины, которые по тем или иным причинам не хотят рожать ребёнка, пока не получат финансовой стабильности, ну, возможности воспитать этого ребёнка, дать ему всё, всё, что он хочет, все возможности, которых, может быть, у таких родителей не было. Вот это тоже люди ближе к сорока, за сорок, состоявшиеся уже с карьерами, с бизнесом, вот, и рожают детей. Говоря, прямо декларируя, мой ребёнок ни в чём не будет нуждаться, в отличие от меня. Я ему дам всё. Вот он, я всё создала. Все финансовые разные самые условия для того, чтобы он рос на всём лучшем. Вот такая позиция есть ещё. Ну, это... Финансовая составляющая, она очень важная, на самом деле, потому что то, что мне позволяет мои финансы дать и обеспечить ту среду развития для ребёнка, да, и возможность попробовать как можно больше его, скажем так, способностей, талантов каких-то, да. Ну, может быть, гитара не пошла, а пошло что-то другое, тогда я могу его перевести в другие там кружки, занятия, дать ему возможность разных вот совершенно разнообразных переживаний и опыта. Это всегда хорошо. То есть, почему бы нет? И даже я тоже сторонник того, что вот если есть возможность финансовая, она всегда лучше, чем когда её нету. Но другое дело, насколько каждый для себя решает, ждать сорока, когда я состоюсь, или раньше, но всё-таки как-то идти к этой цели. Вот это уже лично каждого, скажем так, свой путь, да, и у кого своя картина, как это. И степень того, что я могу дать, она тоже будет у каждого своя. Кому-то это обязательно надо с поездками, ну, так, утрировано, на Багамы и только так. А кому-то хватит и Чёрного моря. А может быть, даже, в общем, не Чёрного моря, да. Ну, вот эта разница, она будет уже очень индивидуальна. Ну, если просто повторить, кто в студии, люди только что присоединяются к трансляции. Это передача «Формула семьи». Каждый будний день 14.00. Наши психологи, самые разные эксперты, поднимают темы, связанные с семьёй. И каждый будний день у нас идут онлайн-трансляции с 14.00 до 15.00. Сегодня мы говорим на тему «Лучше чем никогда. Поздние дети». Меня зовут Людмила, я задаю вопрос нашему эксперту, читая ваши сообщения, комментарии и вопросы. В студии у нас эксперт-психолог Ильяна Картавенко. Да, ещё раз добрый день, кто присоединился. Елена спрашивает, мне 34 замужем, неуверенно, в мужа часто ссоримся и надумываем разводиться, а потом снова меряемся. Время идёт в плане материнства. Откладывается материнство именно из-за нестабильной семейной ситуации. Да, ну вот хорошо, спасибо большое за вопрос, потому что тут ещё можно сказать, как раз когда лучшее наиболее время, подходящее, скажем так, не лучшее, а подходящее для рождения ребёнка в семейной системе. Есть определённые этапы, когда это как раз то время. А есть этапы, когда ещё или уже новый какой-то кризис семейный, и тогда, ну, в общем, не совсем благоприятно, потому что это будет влиять на стиле родительском, на стиле воспитания. И если есть неуверенность, то, в общем, надо, наверное, для того, чтобы это решить, вот как раз сначала разобраться с отношениями. Потому что ребёнок, который попадает в семью, где есть постоянные конфликты и скандалы, это для него уже изначально такая ситуация тревожная, да, и не совсем благоприятная. И это может отражаться на стиле воспитания, на отношении к нему. И как бы в силу даже бессознательных процессов, а не как бы сейчас в силу того, что, например, мама в этот момент сейчас занята конфликтом папой, она просто может не распознавать какие-то сигналы от него, те, которые ему необходимо удовлетворить, да, о его потребностях. Потребностях ребёнка. О потребностях ребёнка. Поэтому всё-таки спокойная, благоприятная обстановка, она всегда лучше, чем всё остальное. Но, опять же, каждый решает для себя по-своему. И кто-то может и в очень тяжёлых условиях и рожать, и воспитывать, и воспитывать, в общем, и получать ещё от этого удовольствие. И дети потом благодарны. Очень индивидуально. Тут надо не забывать, что дети, на самом деле, можно ещё с другой посмотреть стороны, что мы же тоже от них учимся. Да, сначала первый опыт, мы можем что-то не знать, но с каждым последующим у ребёнка у нас этот опыт есть, и мы взрослеем вместе с ним, как родители. Поэтому и через разные ситуации сложные и жизненные проходим. И это тоже нам, так, конечно, так скажу громко, какой-то урок. То, что мы можем из этого опыта для себя принести и понять, и себя открыть в том числе. Катя, сообщение от Кати. Поздние дети – это подарок от Бога. Ну, по-хорошему мнению. Да, спасибо. Я вспоминаю своего однокурсника. Мы учились, это вот лет 20. Все думали о том, куда будем поступать, об университетах. А он думал, собственно, о том, что университет далеко из-за возраста мамы. К сожалению, ему нельзя будет учиться, допустим, в столице где-нибудь. Он думал скорее о работе. Чем быстрее он получит работу, тем лучше. Понимая, что за мамой надо будет ухаживать. И, честно говоря, он сильно отличался по степени напряженности какой-то взрослости. И как-то было его жалко. Ну, что вот у него нет такой мечты. Он не может уехать далеко куда-то из-за возраста мамы. И вот действительно же дети поздних родителей в какой-то определенный момент понимают, что им придется пожертвовать некими своими планами на жизнь. Или заботятся о маме или папе уже в пожилом возрасте, когда тебе всего 20 лет это твоим родителям там под 70. Вот здесь. Тут очень тоже индивидуально. Вот очень. Потому что да, кто-то в 70, кто-то и в 85. Я знаю как бы и бабушек, которые в 85 и очень активны. И еще даже работают, да. И на концерты ходят, и в театры. То есть ведут активный образ жизни. Да, есть свои особенности и как бы ограничения по физическим данным, да. Потому что там уже есть свой букет разных заболеваний. Но при этом вот эта настойность жизненная, да, она все равно сохраняется. И есть такой момент, что это не обязательно, что вот именно так у многих. Я знаю людей, которые и даже не одну семью, скажем так, из моих близкого моего окружения, которые, будучи мамой уже тоже в возрасте, но отпускали детей учиться и работать на полгода по разным, вот как они, гранты, не гранты, а программам, да, обмена студентами. Они уезжали, они уезжали и в Европу, и в Штаты. То есть совершенно спокойно понимая, что да, вот это ребенку нужно. И это мама, с одной стороны, она отпускала, чтобы ребенок был спокойным в этом. Это позиция обоих. С одной стороны, ребенка уже взрослого, с другой стороны, родителя. Да, и каждый по-своему будет решать эту, как бы, эту жизненную ситуацию. И переживать по-своему. Сообщение двух мам. Наталья родила первого в 25, была очень активной, второго в 37. И честно, физически, эмоционально тяжело. И очень интересное чувство. Первый ребенок, несмотря на подростковый возраст, я сама в своих глазах повысила психологически на более старший возраст. Смотрю на него как на 18-летнего и 20-летнего ребенка. А он, в свою очередь, очень хорошо адаптируется и играет с малым. Это нормально с моей стороны. Вопрос. А, то есть подросток ребенок, мама его возвышает в своих глазах. Когда есть большая разница в детях. И когда появляются младшие, то старшие очень быстро взрослеют. Это действительно так. Это я тоже по своему опыту скажу. Потому что у нас получается, когда родился один из младших, старшим было 12, 15 и 10. И это чувствовалось. Ну, это получается, что ребенку не дают побыть ребенком, как-то нему нагружается такая роль. Нет, если хочется. То это все по желанию. То есть вот один из детей очень любил возиться до определенного момента. Это ему было 12, значит, где-то до 14. Совершенно спокойно. Два года, да, когда младшим возилось, ему нравилось. А потом в 14 вот это начался такой активный подростковый период. И все, ну, вот, как бы контакты немножко свелись. Но это вот нормальная, это нормальная ситуация. Ему уже была интересна немножко другая, как бы, аудитория молодежная и своя компания, да. Да, он приходил там с друзьями. Ну, то есть вот вполне в чередес вот того, что должно и происходить. Другое дело, что на старших чрезмерную ответственность за детей, конечно, лучше не надо возлагать. То есть настолько, насколько могут взять. Ну, иногда, периодически, ну, это моя позиция, со мной можно не согласиться, периодически все-таки что-то просить, потому что мы живем вместе, какие-то вещи, если ты можешь это сделать, сделай, пожалуйста, по отношению к младшему, то я думаю, что это необходимо тоже. Завершаем сообщением от Сони. Я родила в 41 год здорового и красивого мальчика и счастлива. Первой дочке 17, но именно наслаждение от того, что я мама получила только от сына. Если здоровье позволяет, рожайте хоть в 60. Вот, спасибо большое на такую оптимистичную ночь, да. Заканчиваем. Спасибо всем, кто участвовал. Да, спасибо.